Мы стоим молимся, но нас посетили наши друзья и самое главное, мой духовный отец, с которым мы уже много лет общаемся и наставляет мне веры и благочестия. Это Игнатий Чихольевич Лапкин. Он православный миссионер. Если вы, я уже многим говорил, есть у нас сайты, у нас есть в интернете есть сайт предание.ру. И там его записана Библия, Ветхий и Новый Завет. Я переписал эту Библию и каждый день слушаю. Игнатий Чихольевич Лапкин, он автор книг «Ответы на вопросы». Игнатий Чихольевич Лапкин, он автор книг «Ответы на вопросы». И мы с ними тоже познакомимся. Сейчас мы дадим слово православному миссионеру Игнатию Лапкину, чтобы он рассказал нам слово. «Если Христос освободишь, то истинно свободны будете». Если Христос освободит, то истинно свободны будете. Да, братья и сестры, 17 мая, помните, когда весь народ вышел на демонстрацию. Это пример отрицательного использования свободы на разрушении человека. А сейчас мы послушаем, что такое свобода во Иисусе Христе. И это название апостола. Да, как и мовис минут, тут сынар дулещи, рар из чешмарит и тави суплеба. Чешмарит и тави суплеба упал в Heeso Христос. Своим и Аса и сын Исшко Христос. Амель, Исим. Я ему расскажу в админи Potomberg. Подписываю? Да, перевед Oh, да. Продозим есть наш фильм. Мы едем по стране, это примерно 360 городов проехали, считая дальней зарубежью. В каждой библиотеке дарим наши книги, каждую библиотеку города дарим наши книги в подарок. Не имея ничего, мы во Христе обладаем всем. Господь взял так, что эти книги находятся в библиотеках президентов. И сегодня хотелось сказать на слова апостола Павла. Где Дух Господень, там свобода. Господь не довольствуется, когда мы отдаем Ему один день. Он ждет всю жизнь нашу, ибо Он за нас умер. В Святой Библии сказано, что Бог сотворил человека по образу и подобию своему. Главное, уподобление Богу быть свободным. Господь не довольствуется, что Бог сотворил. Свобода в рамках Священного Писания и Откровений Божьих. Дьявол предлагает свою свободу. Свободу от совести. Я покажу на примере. Вот человек поднял вверх руку. Ветер дует. Здесь сопротивление. Написано, Дух Божий носился над водою. В это наше мнение. Наши заботы. Себелюбие. Корыстолюбие. Любить многое иметь. Богу это не угодно. Мы должны все это сломить. Чтобы было понятно, нужно сказать, что нужно пройти три ступени до Бога. Первая ступень отвергнуть себя. Сломить то, что нас делает перед людьми хорошими кажется, а Богу это не угодно. И тогда Дух Божий свободно проходит, напояя землю, сады, поля. То, что называется землей, это сердца людей. Четыре вида земли Господь показал в Евангелии. И только одна часть приносит плоды. Когда человек отвергся себя, сломил свое Я. Второе. Возьми крест свой. Это означает, никогда не рабщи. Болен ли, покинут ли ли, бедный ли, голодный ли. Благодари Бога. Ибо Он знает, что лучше дать нам. И третья ступень. Следуйте за Мною, говорит Господь. И вот почему апостол Павел говорит. Не делайте рабами человеков. Он говорит, если бы я был рабом человеков, угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Муж притесняет жену. Ей невыносимо тяжело. Но ты прими свободно. Это от Бога, моего Бога, который любит меня и посылает такого мужа, чтобы исправить меня. Для нас дан пример в Священном Писании на Израиле. Люди, многие говорят, благословите, батюшка. А что такое благословение? В Священном Писании дается первая ступень благословения. Бог говорит Аврааму, чтобы он свободно подчинился Богу. Он свободно подчинился Богу. Послушайте очень внимательно. Сегодня обвиняют везде кого-то, кто-то. Президент виноват. Виноваты другие люди, другой веры. Он свободно подчинился Богу. В человеке должно быть самоукорение. Ты ищешь врага, подойди к зеркалу. Это первый враг. Он свободно подчинился Богу. Авраам говорит, Господь, благословляющий Тебя благословен будет, а проклинающий будет проклят. Я русский человек. Но у верового Христа, рожденного от Преснодевы Марии, Богородицы, я должен полностью подчиниться тому, что говорит Дух Святой. Итак, первое благословение. Никогда не проклинайте евреев. Богословение означает, все у тебя будет по-божьему. И жизнь закончится во славе Божьей. Люди говорят, но они же обобрали страну, все перегнали в Израиль. Мы нищие. Я не оспариваю ничего. Но я знаю, Бог говорит, благословляющий евреев будет благословен. Я не знаю, Бог говорит, благословен. Я не знаю, Бог говорит, благословен. Перед вами ваш пастор. Я вспоминаю нашу первую встречу. Он не был православным. Но уже через два часа, находясь в моем доме, он принял все. Благословляйте евреев. И будьте ими благословлены. Мы поехали в Переделкино, в дачу писателей, в Москве. Крестили неправильно везде. Не было троекратного полного погружения. И мы нашли там храм митрополита Филиппа, убиенного при Иване Грозном. И там был большой бассейн, наполненный чистой водой. В этих водах был погребен прежний Наум. Он умер там. 30 лет назад. Я его воспринимал оттуда как кресло. Нас пытались убедить, что ладошкой задеть голову, это есть крещение. Мы нашли то место, где крестят правильно. Патриархийный храм. И из этих вод, я был один за этой ширмой. Священник только руку протягивал из-под ширмы. Ширма? Так, бассейн окружен ширмой, а мы двое там. И я увидел, как из раба рождается свободный новый человек, совершенно не похожий на того, который там под водой оказался. Это глаза мы и видели. После мы приехали сюда, в Грузию. В гости. Он не был священником. Мы были приняты патриархом Ильею, сфотографировались. В дальнейшем этот Наум Израилевич сделался отцом Наума. И теперь по благословению патриарха Ильи приезжает к нам, где мы строим православную деревню. А тогда еще ее не было. И он совершает первую литургию на том месте, которое является нашей Родиной. Свежки прилеплены к дереву. Ничего нет. Приезжает со своими детьми. Шаг свободы вывел нас на целый ареал свободы. Мы поверили, что Господь всегда там, где ищут благословения. Относительно благословения, последнее в Священном Писании в Ветхом Завете. У людей все из рук валится. Враги нападают. Они потеряли свободу и Родину. И Господь говорит причину этого. Почему вы бедны живете? Почему дома ваши пустые? Бог с неба заговорил через пророка Малахию. Будьте очень внимательны. Это не мои слова. Господь говорит, проклятием вы прокляты. Весь народ, вдовы, дети, все прокляты. Пророк спрашивает, за что, Господи? Господь говорит, за то, что вы все воры. Вы обкрадываете не людей, а меня, Бога, обкрадываете. А люди даже не понимали этого. Понятие десяти, десятая часть доработанного. Она в Библии вмонтирована. Господь говорит, вы обкрадываете меня. Народ спрашивает, чем? Когда? Мы молимся. Он говорит, обкрадываете меня. И ответ. Десятина и приношения. Принесите в Дом Божий десятина. Не открою ли я небо для вас? Не изолью ли вам милости всех, чего вы просите? Я не стыжусь сказать перед Богом, что я не знал этого, когда обратился в 23 года к Богу. Я работал моряком, в это время учился в высшем мореходном училище. И когда я первый раз услышал эти слова, в 1962 году, 51 год назад, Мое сердце возгорелось получить благословение от Бога. Бог мне показал, что из ста заработанных рублей, мои только 90. А десятку Бог приложил, чтобы я своей рукой отдал. Когда людям сегодня об этом говоришь, они возражают. Зачем платить, когда он живет хорошо? У него все есть. А Богу рассуждения наши не нужны. Если мы это знаем, мы будем преподать к Богу с желанием получить благословение в полноте. Я знал тогда очень мало. Прошло два дня, как я услышал Слово Божие. Я говорю это, хваляясь моим Богом. Представьте, я молод, 23 года, во мне сила кипит. Разговариваю на нескольких языках. Но Бог показал, что я ничто. Я раб людей. И я говорю, Господи, выведи меня из этого рабства. Я не знал, как угодить моему Богу. Но за 50 лет мой язык ни разу не сказал Слово против евреев. Никогда. И меня Бог обильно благословил. И я решил, буду платить не 10, а 9. Из 100 заработанных рублей, десятка моя, 90 отдам на дело Божье. И я так прожил, хвалюсь моим Богом, 50 лет. И я так прожил, хвалюсь моим Богом, 50 лет. За пропой и Слово Божье меня сажали неоднократно. Было в 5 тюрьмах. Общий срок мучения 26 лет терзали. Но благословение Божье покрыло все. Вообразите, 38 книг. Мы в прошлом году только подарили на 3 миллиона 150 тысяч. Из Барнаула мы дошли в Владивосток-Находка. Из Барнаула. Владовласток-Владивосток и форт-Находка. Японская моря. Это Бог благословил. Это невозможно сделать. 240 городов в течение лета посетили. Мы сейчас только что вернулись, прошли Польша, Германия, Венгрия, Румыния, Словакия, Чехия. Украина, Белоруссия, Молдавия. Везде дарим эти книги, которые возрождают души. Эти книги написаны в духе свободы. Ни в одной строчке я никому не угождал. Нужен центр. Это моя совесть и Бог. Мы привезли 5 комплектов по 38 книг. Патриархию, Кутаисия, Батуми, куда указал батюшка, большие города. И у нас путь дальше Армения и Азербайджан. Мы в Бушетию, Черкесию были в Чечне и подарили Рамзину Кадарову. Лично? Через секретарию? Да. Я не знаю. Когда мы просим у Бога свободы во Христе, тогда рабство Христово, вот это моление в церкви, помощь ближему, делается сладостью под языком. Если Господь благословит и сердце батюшки расположится, мы можем встретиться сегодня, как батюшка решит, чтобы я мог ответить на ваши вопросы, если они у вас есть. Когда вопрос не отвечен, человек тяготится, он не знает, как поступить. А в Боге, когда Бог отвечает, полная свобода, пусть свободен свет над тобою. Я благодарю вас всех, что потерпели меня здесь. Если Господу будет угодно, она вспомнит, помолит и скажет, что мы вернулись домой, потому что мы отсюда, Армения, Азербайджан, Дагестан, захватываем опять через Чечню, и тогда только еще по районам, по разным воронях, везде пройдем и направимся домой. Нас спрашивают, зачем вам это нужно? Я отвечаю, что мой народ, моя страна в грозной опасности. Это не политическая только обстановка. Главная трагедия душа не посвящена Богу. Он говорит всем умом, возлюби Бога, всем сердцем, всей душой, всей крепостью. Он говорит всем умом, возлюби Бога, всем сердцем. Заставить это нельзя сделать человека. Если человек поверил в Бога, он добровольно, свободно говорит, вот я и дом мой, будем служить Господу. Храни вас всех Господь. Братья и сестры, в четыре часа сегодня мы будем, вот, Игнатий, Отец Игнатий, будет нам отвечать на вопросы по Библии, на все христианские вопросы. Вы получите очень подробный ответ на вопросы о штрих-кодах, о паспортах, что это такое. Это очень серьезный вопрос. А исполнение пророчеств последних времен. Так что в четыре часа приходите, вот и Лена все переведет. Сейчас кто готовился к причастию, мы приходим. Спасибо. 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 Спасибо.